Задавал вопрос. У меня тут вышибла из системы. Елена Гладущук. Говорите. Это Елена Гладущук. Ну? А скажите, вас же раньше срок освободили? А у меня была такая статья, что никогда бы не вышел. Срок заканчивается, другой наматывает. Это решение Президиума Верховного Совета СССР было решение не было того, что там прощено или что-то помилование называлось. А реабилитация придет только в 92-м году, 4 января. А освободили 25 марта 87-го года. Да, через неделю будет годовщина. А кто ходатайствовал? Это кто-то что-то писал? Да, писали все. В это время у нас было заключение, политзаключенных. 210 человек в стране. Кто-то не вышел. Нужно было подписать бумагу. Каждому предлагалось это, что он не будет. Против советской власти ничего нет. А у меня против советской власти-то ничего и не было. Я встречался с Владимиром Русах в Америке уже. Вот это его есть. Называется там что-то... Сатана как-то называется так. О всех умущенных где. Он работал в патриархии самой прямо. Он в зарубежной церкви был. Но его, когда поехал туда в патриарх Алексей II, его, видимо, уговорил вернуться. Он как преподаватель, диакон. Но когда он сидел в тюрьме или где там в лагере-то, в это время жена его вышла замуж. И он ее обратно принял. И с него сан, конечно, сняли. И вдруг мне сейчас сообщают, я захожу, он умер. Он и не старше меня был. Я у него на дому был в Америке. Вот он поэтому сразу не вышел, а чуть позже. Ну и все. То есть это как всеобщая амнистия была, да, или как? Амнистии не было никакой. Амнистия как называется? Я помню. Помилование? Помилование. Это помилование. Я скажу, вы виноваты, но мы вас помиловали. Они показали щедрость свою. Ну, главное, что свобода. А потом уже когда реабилитировали, то тут уже все. Признали себя властью виновными. У меня две статьи было. Уголовная и гражданская. Гражданская это изготовление пленок. Нельзя было пленки насчитывать, отдавать. И уголовная. Что там находили против того, что я говорил, раскулащены были. Не было раскулачивания. Ну и такие вот вещи находили. Там про Ленина стихотворение было под деле масонства. Ну а теперь они признали, что все это было ошибочно. И государство виновное. И оплатили по тому и по другому. Но по уголовной было очень трудно. По гражданской. Уголовная сразу простили. А по гражданской, что пленки-то я насчитывал-то, никак не хотели. А там стоимость была, ну теми деньгами, 11 миллиардов. 11 лет шел суд, и Бог сделал так, что я его выиграл. Ну, конечно, заплатили только одну двухсотую часть. Это вот 13 соток и два здания. Рассчитывать все было нечем. Рассчитались, вот ты знаешь где. Прекрасное, красивое место. Можно сказать, что вот вас посадили, за вас ходатайствовали, и вместе с вами выпустили остальных, что вы как бы вывели всех... Нет, нет, нет. Нет, я думаю, никак. Или как-то это время какое-то подошло? Нет, нет, нет. Вот как вот это вот произошло? Никак. Конечно, за меня ходатайствовали из ООН, кажется, и другие там ходатайства были. Мне, когда я выходил, только письма отдали. Они лежали в сейпе у политработника, он называется, Кудеяров или Кудеринов, в тюрьме, в лагере уже. Это для всех было. Ходатайство для всех. И там Андрей Сахаров в этом участвовал, которые были. Писали много об этом. Помню, я... Можно сказать, что... Сидели в столу. По молитвам, да? По молитвам Господь вот вас вывел. Вот, вот, вот. Сидели за столом, обедали. На столовом это огромное, там 700 человек, кажется. И в это время кто-то говорит, смотри, статья какая в газете-то, помилование какое-то идет. А я говорю, а какая статья? Я говорю, а кто-то прочитал там на кухне, говорит, 190 прим. А я первый только поел, я кричу, второго не надо, домой иду. Ну и что? А освобождение-то пришло через несколько дней. И вот мне я кое-что еще не знал. Москва дала указание, чтобы меня освободить, кажется, 25-го, в 2 часа дня, чтобы я был за воротами. Но они то ли знали или нет. Дело в том, что перед обедом, уже 2 дня прошло, как я услышал-то, указ-то вышел 15-го, освободили 25-го. И прибежал посыльный за руку меня, бегом-бегом-бегом сюда, без бороды я был. Там что-то там тебе не говорит еще что-то. Раздавай вещи свои какие есть, там тебе не нужно. Ну что, Библия была со мной. Остальное там, письма, бумаги, все это. Конверты имею в виду. Я к начальнику, заведите, меня завели. Нет, не завели, говорят, надо сначала вам выйти. Минуты остались, там 5 минут. Они должны Москву дать точно, что к 2 часам выпустили. Ох, дисциплина. Ну а вышли, я теперь стою, бери. Я говорю, вы мне говорили, запустите. Запустите к начальнику, Бахаев, фамилия его. Я говорю, что я у вас узнал здесь, это просто смерть. Что делать с людьми здесь? Я буду жаловаться в Центральный комитет партии, в Генеральную прокуратуру. Он говорит, пожалуйста, это ваше право. Я везде написал. Вот тут мое письмо, видимо, сыграло роль. Была комиссия, и лагерь полностью расформировали. Вот тут. А когда освобождали, думаю, ну я в числе проще шел. Никакой значимости тогда я выше других. Да и как это, для всех 210 человек. Может быть, и в общей компании, которая шла из-за рубежа, и здесь сыграла это как-то, не знаю. Ну а в книге у вас сначала описано вот именно ваш выход, да, а потом уже Жанатас. То есть, как бы, хронология тут немножко нарушена? Нет, уже Натасия отсидел, а потом вышел. А хронология еще, может быть, в написании, распространении материала как расположены. Объяснение дается. Как прошло, а теперь, как вот в откровении. Сначала общая картина, а потом по частям показывают. Да, можно было. Да. Понятно. В 84, третья ездра, там я употребляю несколько раз. Я сказал, душа моя, пожри смысл. Многое открыла тюрьма. Как Солженистин, выходя, сказал, благословляю тебя тюрьма, ты многое мне открыла. Так и мне. Конечно, там было по-другому. Там интересно было дано указание всех, которые были в отряде и на работе, ко мне, чтобы никто не подходил. Если кто-то подходил и разговаривали, кто-то доносил. Их сразу били, били крепко. Пришел один так, побитый, весь говорит, ой, отец Игнатий, как меня били, сейчас щеренки лопатой. Держи ты лопатой, этой, щеренком. А мне можно было хоть с кем разговаривать. Видишь, меня они не могли тронуть. Там какая-то была пометка, указание, меня арестовали по санкции Московской КГБ. А это уже другой разряд. Я был один по этой статье. И меня никогда нигде не били, когда били других. Ты иди в красный уголок, посчитай журналы-то. Да, помазанник. Ну, Господь знает. Там, когда избивали, в красном уголке до уровня головы все стены были в крови. У меня знакомый был один, Женя. Сейчас там фамилия даже указана где-то. Вечером разговариваю, утром прихожу, уже убили. Почему? Ну, все на пользу дело. Я же Бога благодарил. И люди благодарили. Я бы в Америке не побывал, если там не был. Книг каких-то бы не было, что я там описывал. Это же опыт. Как бороду с меня брили там. Вот картина-то была. Пришел начальник-политработник, капитан. Расстелили простынь. И стрижет меня чеченец. И говорит, а меня Аллах не накажет. А руки прям трясутся. А я сижу и плачу, слезы текут. Я просил срок увеличить. Более строгий лагерь, не общего режима, а там, ну, другие. Строгого режима. Ник под каким видом. Им нужна была борода. Так у меня две бороды теперь. Одна в конверте лежит, другая на мне. Ну, все. Игнатий Тихонович, еще вопрос. Давай. Вот в 17-м псалме мы читаем, что Господь поступает с милостивым, милостиво, с искренним, искренне, с чистым, с чистым, а с лукавым по лукавству его. А как мы должны поступать с лукавым по лукавству? Как это вот понять? Объясните. Это Господь так поступает. Нам дан указ любите врагов. Потому что мы часто не разбираемся в действиях людей. Бывает, это по неприятному мне, я уже по-другому к нему отношусь. Мне такие вопросы в университетах задавали. Есть ли у вас любимщики? Это как бы так, вопрос-то такой. Я говорю, конечно, есть. У Господа и то было, говорит, ученик, которого любил. И Анна. Я таких и назвал здесь. Какие были. Сейчас бы, если сейчас бы спросили, я бы сейчас еще кого-то добавил. Вот эту самую Лену. Она активная. Это Наталью. Она усатая была здесь, крещение принимала. Эти люди очень близкие. Они работают, стараются. Была вот у нас здесь Марина Михайлюк. Вот вы не были Кондратюкта, тоже попала бы в любимцы. Вот Оля здесь Симоненко. Эти люди проверенные. Я просто так, для виду, кого вижу, говорю. А на самом деле это намного больше. И мужчины, и братья, и сестры. Ну, спаси Христос. Я вас тоже люблю, Игнатий Михайлович. Это Господь нас вел. Вот Валя Хапилина. Она такая близкая. Прямо как будто мы живем все время рядом с ней. Отзывчивая, добрая. Кто же крещение у нас принимала здесь? Я вот сегодня раскинул материал. Это три ресурса. Не ресурс, а как что. Вы там распространяйте их, где можете. Для всего мира я написал там. Получили же? Да, да. Ну, где можете, знакомые, где-то бываете, там, в Фейсбуке или где-то Твиттере где-то. Везде подсовывайте. Кто-то придет. Кто-то услышит. Мне главное затащить человека на ресурсы. А там все. Тысячи вопросов, книги, фильмы. У нас богатые ресурсы. Огромные просто. Ну, все, отпускайте меня. С Богом, спаси Христос. Взаимно любим Игнатий Тихнич. Как Иаков говорит, не отпущу, пока не благословишь. Ну, все, с Богом тогда. Готовлюсь тут. С Богом. Спасибо, Христос. С Богом. С Богом.